Также, к большому нашему сожалению, пока не можем отметить позитивных изменений в области снятия финансовой и экономической блокады Донбасса. Напротив, она лишь ужесточается. Это ведет к дальнейшей деградации гуманитарной обстановки в регионе и признается Киевским офисом управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Его глава, глава офиса, госпожа Манзин, на недавнем брифинге в украинской столице констатировала образовавшийся на юго-востоке страны заметный дефицит продуктов питания и лекарств, а также заявила, что, я цитирую, «население региона влачит жалкое существование и поставлено на грань выживания». Подчеркиваю, это слова представителя ООН. При этом ООНовские эксперты отмечают отсутствие у Киева политической воли преодолеть последствия тяжелейшего гуманитарного кризиса на Донбассе и его упорное нежелание просто по-человечески помочь собственным гражданам, которые остро и действительно очень серьезно нуждаются в экстренной поддержке. Можно сказать, что подобная политика украинских властей, которая основана на игнорировании законных прав и требований населения Донбасса, отсутствие диалога с Донецком и Луганском ведет лишь к дальнейшему обособлению региона. Мне кажется, это подсказывает и логика, и простой анализ, и просто анализ ситуации на земле. Мы убеждены, что именно налаживание прямого диалога имеет ключевое значение для достижения мира и стабильности на юго-востоке Украины. В первую очередь это касается принципиальных вопросов, которые прямо прописаны в Минском комплексе мер, как подлежащие согласованию с представителями Донецка и Луганска. На этом сегодня очень подробно останавливался Сергей Лавров в ходе своей пресс-конференции. Стенограмма на сайте доступна, я призываю вас внимательно с ней ознакомиться. Это закрепление на постоянной основе правового статуса Донбасса, определение порядка проведения на данных территориях местных выборов, конституционный учет интересов Юго-Востока. В данном контексте хотели бы также напомнить, что в феврале этого года в Минске представители Киева, Донецка и Луганска договорились не только о перемирии, но и о, если можно так выразиться, поствоенном этапе развития региона, развития Донбасса. В частности, уже упомянутыми минскими договоренностями подтверждена необходимость принятия мер по экономическому возрождению и восстановлению жизнедеятельности региона, улучшению там гуманитарной ситуации. И сейчас, в преддверии зимы, важно как можно скорее приступить к решению наиболее острых проблем, которые связаны с обеспечением гражданского населения Юго-Востока Украины элементарными вещами, тем, что им необходимо в первую очередь, а это вода, электроэнергия, продовольствие, медицинская помощь и связь. Я бы хотела также еще более подробно остановиться на гуманитарной ситуации на Юго-Востоке Украины, потому что это то, что касается жизни обывателей, обычных людей, включая женщин, детей, престарелых жителей этого региона. И хотела бы сделать это не только с учетом наших оценок, но и с пониманием того, как ситуацию оценивают представители международных организаций. В частности, представители организации системы ООН по мере приближения зимы высказывают обеспокоенность в связи с тем, что гуманитарная ситуация на Юго-Востоке Украины может заметно ухудшиться. В следствии продолжающейся с июня этого года фактической блокады этих территорий со стороны официального Киева окно возможностей по подготовке их к зимнему сезону закрывается. Риски срыва поставок газа на Донбасс остаются очень высокими. И нет гарантии, что украинское правительство будет платить за поставки газа в эту часть страны. В эту часть своей страны. Глава Офиса управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Киеве, госпожа Манзи, которую я уже цитировала, прямо указала на сохраняющийся ограниченный доступ к гуманитарной помощи двух миллионов человек, проживающих в буферной зоне и по обе стороны линии соприкосновения. Причина этого в нерешенных вопросах обеспечения безопасности персонала агентств, а также в бюрократических препятствиях логистического и правового характера. Всемирная продовольственная программа ООН отмечает, что ситуация с продовольственной безопасностью в зоне конфликта заметно деградировала, к сожалению, и в ближайшие месяцы продолжит ухудшаться из-за общего роста цен на продовольствие и сокращения возможностей для заработка у населения. Введенная правительством Украины блокада на поставки на юго-восток страны продовольствия и медицинских препаратов только усугубляет и без того сложное положение, а где-то, может быть, и отчаянное положение в этой сфере. По данным Детского фонда ООН, разрушенные системы водоснабжения поставили под угрозу доступ 1 миллиона 300 тысяч человек в регионе к безопасным источникам питьевой воды. Если мы говорим о соблюдении прав, и наши западные коллеги так пекутся о соблюдении прав в одних регионах, то мы просто не понимаем, почему эти же самые правозащитники не видят того, что происходит на юго-востоке Украины, когда действительно в полном объеме нарушаются права людей, элементарные права на доступ к воде. Хронически недофинансирован план гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2015 год. Дефицит на конец августа составляет 200 миллионов долларов США, из предусмотренных документом 316 миллионов долларов. Крупнейшими донорами плана, напомню, остаются Соединенные Штаты Америки, а также Еврокомиссия, Канада, Германия, Россия и Япония. Наша страна продолжает последовательно оказывать также прямую гуманитарную помощь нуждающемуся населению на юго-востоке Украины. В период с августа 2014 года по настоящее время Российская Федерация направила 37 гуманитарных конвоев общим весом 45 432 тонны. Основное содержание этих контейнеров, это гуманитарные помощи, оно вам известно, я повторю, для тех, кто может быть не знает. Это продукты питания, медикаменты, стройматериалы, материальные средства для обеспечения энергоснабжения и сельскохозяйственных нужд, а также учебная литература. Кроме этого мы обращаем внимание на то, что общее число находящихся в Российской Федерации граждан Украины по данным ФМС России на 4 сентября этого года составляет 2 миллиона 600 тысяч человек, из которых около 1 миллиона 100 тысяч человек это беженцы с юго-востока Украины. По сравнению с началом текущего года рост более чем на 300 тысяч человек. Я призываю всех, мы получаем очень много вопросов, особенно в последнее время, относительно статистики по беженцам, по статусу людей, которые оказываются на территории России. Я призываю всех просто внимательно следить за теми цифрами, которые публикуют наша Федеральная миграционная служба на своем сайте. Эти цифры обновляются регулярно. Из тех показателей, которые я перечислила, в рамках трудоустройства за патентами обратились более 4-33 тысяч человек, а за оформлением разрешения на работу более 174 тысяч человек. Организована выдача полисов медицинского страхования. В конце 2014 года правительство России выделило 912 миллионов рублей регионам России на оказание медицинской помощи переселенцам и гражданам Украины. Эти данные, может быть, они не совсем относятся к компетенции нашего ведомства, но я их привела не случайно, потому что нам очень часто задают вопросы. Но самое главное, мы практически регулярно, ежедневно читаем материалы, в том числе в западных средствах массовой информации, о том, что Россия как-то не так выполняет свои обязательства перед мигрантами, не участвует в миграционных проблемах, которые сейчас нависли над Европой. Вот эти цифры показывают конкретно, что Российская Федерация делает для беженцев и для людей, которые приходят к нам, убегают от ситуации, в которой они больше не могут находиться. И эти цифры показывают ответственность нашего государства перед теми людьми, которые ищут у нас защиту. Продолжение следует...